всем привет вы на канале против лома под последними видео я читал комментарии и видел несколько комментариев подобного плана люди пишут когда ты снимешь очередной обзор про еду как минимум видел два комментарии первые это писал подписчик а второй это писала подписчица и вот специально для вас для моих любознательных подписчиков любознательной подписчицы и любопытного подписчика сегодняшнем ролике отвечаю будет обзор на еду значит что чтобы подвести цикл как вы могли заметить ранее моих роликах то что я люблю снимать обзор про шаурму я снимал обзор ну преимущественно был обзор на шаурму с курицей потом была шаурма с телятины и была шаурма с лососем очень хочу снять обзор на шаурму с бараниной но так как я звонил по заведениям звонил по доставкам ходил в кафе в основном нигде не то что в основном а нигде не делают шаурму с бараниной напишите в комментариях те кто знает вообще есть существует ли шаурма с бараниной я гуглил на сайте только в омске внимание в омске есть шаурмичная и они там делают ее с бараниной шурму у себя я не нашел нигде напишите вы пробовали вы шаурму с бараниной если вообще такая или может быть такое вообще и нет шурма с бараниной может баранина не идет шурму ладно сегодня шаурма сразу говорю чтобы подвести с курицей с лососем с телятиной было сегодня со свининой стандартно но со свининой и самса с курицей вот на что будет сегодня обзор значит что еще хочу сказать я сам не люблю свинину мясо как мясо она жесткая она жирная поэтому как-то я не очень свинину не в каком виде не в виде стейка не в виде духовки не просто пожаренный даже не видишь шашлыка и свинину не люблю это жесткий продукт вот я люблю на первом месте это идет баранина на втором месте идет телятина но говядина на третьем месте идет курица и уже только потом на четвертом месте идет свинина напишите в комментариях какое мясо вы любите а какой может быть вообще не едите ну ладно возвращаемся сегодняшний обзор шурма со свининой шашлычный двор называется кафе это именно кафе шашлычный двор они делают шурму и вообще любую продукцию фишка их него заведения на углях все что они готовят мясо пирожки там с мясом самсу они делают на углях но что удивительно самса с курицей и со свинина есть а шурму они только делают одну со свининой только со свинины но на углях оно и понятно почему они делают только со свинины потому как они не заморачиваются с курицей для шурма имеется ввиду потому что свинина сейчас дешевая я не имею ввиду сразу кто-то напишет то что да какая она дешевая сходи в магазин смотри я не имею ввиду в розничных сетях для розничной торговли я имею ввиду прошу про свинину от корпорации от фермеров крупных от крупных фермеров тип там мира торг и вот таких вот историй можно купить за 170 рублей килограмм свинины если оптом то есть допустим там по моему от 30 килограмм по 170 рублей свинина вот и все поэтому они делают на углях шурму со свининой только с курицей и другими там говядины не заморачиваться а вот уже самсу делают с курицей и со свининой так самса стоит значит что 100 рублей одна штука вот так она выглядит но обычная самса из слоеного теста с курицей 100 рублей за одну штучку мне честно говоря не очень нравится такая самса мне нравится самса так это пока отложим займемся шурмой самса такая знаете как типа из теста как вот пельмени типа как вареные или что-то такого так что они положили на двух персон и все они прикалываются одну зубочистку положили и две салфетки они уже промокли потому что шурму я покупал где-то час назад вот где-то так зубочистка на две салфетки ну в общем по комплектующим вообще плохо значит вот пакет их не брендированный и завернуты они две зубочистки и две салфетки вот они считают то что этого на улице доставка есть шашлычный двор есть доставка доставим за 60 минут они пишут но она уже под раскисла шаурма ну ладно ничего нет еще есть салфетки так тут сколько тоже 2 4 салфетки они положили а еще зубочистка 3 почему-то зубочистки 4 4 зубочистки и 4 салфетки на 2 на 2 персон доставка пишут за 60 минут ну не знаю как это правда не правда значит заворачивают они вот такую бумагу ну как-то непонятно я люблю когда до половины бумага а не так целиком завернуты ну вот шаурма в общем стандартная со свининой но на углях пробуем да по поводу свинина раньше свинина была запахом все как положено потому что она была ну натуральной откормки было натуральной свиньи сейчас их кормят быстро через лейку по норме для набора быстрого веса поэтому и не пойми чем кормят поэтому грубо говоря вкусов свинина никакой нет ни здесь не шашлыках которые я пробовал но дел и допустим когда сам в духовке готовил безвкусное абсолютно ну чувствуется мясо просто жесткая толку нет без специй поэтому выращивают ее быстро вот это сразу понятно что хорошо сделано шаурма не то что от бабули приезжала в прошлом выпуске которая развалилась через две минуты как я и только открыл здесь именно ингредиенты чувствуется что кстати свинина на углях была сделана но не знаю как на углях не на углях может быть просто с жидким дымом на жидком дыме здесь капуста по нашинкована правильно поэтому она держит эту шаурму и она не размокает здесь вот и соус чувствуется не то что в некоторых он вот сюда стекается вот это хорошая шаурма если бы делали хотя бы с курицей было про все замечательно я просто свинину не очень но ингредиенты свежие шаурма чувствуется то что свинина либо дымкома была на дыме жидком пожарена либо правда на углях 150 рублей стоит цену наверно забыл сказать самца 1 сотку 100 рублей шаурма 150 это нормальная цена вот смотрите как она внутри скручена все плотно все держит и она не размокает дно и оно сухое поэтому да ну салфеток товарищи из шашлычного дворика ложите больше салфеток надо 8 ложить они 4 и вот видите тут пекинская капуста а у бабки когда я покупал до этого у нее была обычная белка черная да ладно обычно это обычный но она хотя бы ее нарезала бы нашинковала на терке на дергала они кубиками добротный шаурма и соус кстати вот единственное что соус мне здесь нравится такой не жидкий не водянистый но в принципе мне уже понятно такую оценку я поставлю это шуме но повара кто это делает они нормально умеют магиот как говорится умеет магиот кто это делает полтора часа прошло она не развалилась не раскисла ничего плохо что весов нет хотя у них там громовки не заявлены по моему но это такое кафе знаете франшизовская а может и есть громовки но но за 150 рублей капуста длина взвешивать я думаю смысла не имеет дно сухое вот свинину сейчас отдельно нормальный свинину не скажу что резиновая нормально приготовлено ну просто если вы любите свинину значит вы любите я вот допустим не то что не люблю но будет есть курица или телятина говядина то лучше курица конечно или говядина а вообще баранина напишите про шаурму с бараниной существует такая если да то в каком виде распространенная это продукт или нет может там где вы живете это на каждом углу продается шаурма с бараниной а у нас нет что вообще тяжело чем-то испортить но бывает такие моменты что ее портят своим приготовлениям что ее портят своим приготовлением я уже наелся за шаурму лайк по 10-балльной системе 8 никаких претензий приготовлено хорошо мясо прожарено достаточно поэтому 8 почему не 10 потому что ну я пробовал вкуснее но к этой шаурме нет претензий шашлычный двор 8 баллов молодцы соус нормально по ингредиентам все нормально мясо нормально собрано хорошо повару лайк самса с курицей тоже на углях суховато обязательно надо запивать я не люблю слоеное тесто курица много лучок чувствуется сейчас покажу что внутри не пожалели курицы вот такая вот начинка курицы много лук чувствуется ну что нормально для перекуса пойдет обычная кафешная тема для быстрого перекуса я уже просто наелся одной шаурме вот так лук курица еще какой-то наполнитель а может и нет может просто лук и курица но ярко выраженный вкус лука чувствуется вот вот все в принципе я тоже уже знаю что за оценка будет вот у этой самсы ну еще раз говорю я люблю такую самсу знаете вот настоящую не слоеного теста а просто где там вот эти верхушечки за которые браться вот это все ну понимаете сверху кунжут посыпаны что-то ну курица они не жалеют тоже очень сытная самса и шаурма шаурма 150 рублей самса 100 чувствуется дымок угли не знаю на жидком дыме они это все готовили или правда на углях это надо к ним только прийти и посмотреть реально тоже кухня у них закрытая ваше здоровье так самса по 10 бальный 7 почему 7 потому что говорю не люблю слоеное тесто курица нормально лука нормально очень сытная вот одну такую съесть самсу и можно наверное целый день нормально себя чувствовать но мне слоеное тесто не нравится поэтому 7 баллов опять таки же к повару претензий нет шаурма 8 шаурма порадовала хорошо но то что свинина и то что я вкуснее ел в Москве на вокзале было дело но это было лет наверное 10 назад вкуснее чем на московском вокзале на киевском я шаурмы не пробовал до сих пор это 10 лет было назад чисто случайно я купил на киевском вокзале шаурму по моему с курицей вот ну ларёк стоял там крутили вкуснее чем тогда я больше за 10 лет за 11 наверное не пробовал с тех пор я влюбился в шаурму на киевском вокзале потом я приезжал приезжал на киевский вокзал пытался искать ее но уже к сожалению не нашел спустя 4 года или 3 а да еще единственное то что по комплектациям салфеток мало 4 штуки на двоих на две персоны нет 8 ну в общем вот такой вот обзорчик сегодня у нас получается подводим итоги шаурма со свининой ее не было кстати обзора на шаурму со свининой на моем канале 8 баллов шаурма со свининой самса с курицей 7 баллов и то из-за того что не люблю слоеное тесто приготовлено добротно никаких претензий к качеству продуктов нет к повару вообще только лайк нормально крутит и шаурму и самсу делает нормально все отлично в общем такой итог 8 баллов для шаурмы это высокая оценка я вам серьезно говорю 10 я бы только поставил ну не знаю но это может в каком-то ресторане вот с бараниной напишите в комментарии есть шаурма и вообще распространенная эта тема или нет если найду шаурму с бараниной обязательно сниму обзор в следующий раз если будет по шаурме обзор ну вот такое у нас сегодня с вами видео получилось всем спасибо подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока что